Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вот какие темы я освещал в занятии Потеряевским. Вот здесь соглядатые. Сейчас только начинали о собаках. Я рассказал, как мы в один район заехали уже ночью. Долго ехали, книги я развозил. Я оказалась в библиотеке в одном здании с милицией. Милиционер говорит, утром будет, а я вас здание не могу оставить. Мы на улице в машине. Так он на улицу вышел, у нас машину уберите с площадки. Ну патрульная приехала, молодые ребята нас проверили, документы говорят, ну что ты трогаешь, ну пускай они стоят-то. Ну и что-то Сергей начал выводить свою собаку-то задом. Пятится и говорит, ну ты собака на нашего урагана. Отобернулся, а тот милиционер сзади. Он к нему сразу, я это не на вас, я на собаку. Понимаешь как? Дальше соглядатые. Недавно у нас здесь было собрание, возникшее неожиданно. И вот по какому случае. Тут есть фермеры, старший, Туров. Они попросили разрешения ставить технику свою в проулки у Павла. Что недопустимо ни по каким нормам санитарии. Им это выгодно. Посреди деревни вся техника. Никто не украдет ничего. А сами они живут за 15 километров Корщина. Оставляют огород, отравляют огород выхлопными газами. Разливают горющее. Получается, что мы живем в таком отдаленном месте, А продукция на огороде отравленная. Нормально ли это явление? Экологически нечистый продукт никому не предложишь. Техника в таком большом количестве должна стоять не ближе, как за 800 метров от жилья. Где проезжает много машин, там возле дороги нельзя собирать ягоды. Грибы, лекарственные травы. Там все отравлено. На расстоянии примерно от 70 метров от дороги мертвая зона. Через такие отравленные травы отравляется печень и другие органы в человеке. Когда об этом узнал милиционер, живущий здесь, летом в дружине, Геннадий Петрович, Он сразу же захотел пойти к ним и выдворить их отсюда. Сам вызвался на подмогу. Подполковник. Весной батюшка опять затормозил. Пусть отсеются, а потом поговорим. Я же сказал, как только отсеются, они сразу же и удерут, бросив технику. Так и получилось, потому что вы даже на полшага не просчитываете вперед. У Павла посадили картошку. К огороду нельзя подойти, ведь все везде в мазуте. Ведрами льют горючее, солярку, ветошь замасленная везде валяется. Настоящий машино-тракторный парк из запчастей отработанного оборудования. Камлыги грязи, засохшие от гусениц прямо на дороге лежат. На велосипеде не проехать. А эти варвары спят на чистом доме. У него все в порядке, возле дома вкорчено. Он чего же будет беспокоиться? Он настоящий безбожник. У него совести нет. У него ночью кошмары от моих болей не появляются. Правда, батюшка не хотел подключать этого миспенсионера-милиционера, зная его подлый характер. Эти фермера слишком хорошо уже стало здесь. И они так запросто не уйдут, а только с кровью. Я предложил сразу же составить акт. Но трактористы эти сказали, вот на 50 метров свинем в сторону на наше поле. И что вам легче будет? И добавили, указывая на дома Николая и Андрея. А это вы уже на конкорченской территории строите. Вы не имеете этого права, Туров. Раз так дело пошло на зло, значит, зло за зло будем вести. Вот так. Он ушел в мой дом. Отравляет меня. И он уж еще большим злом угрожает мне. Получается, что выдворить его я уже не могу. А то он еще большее зло мне сотворит. Наш деревенский староста Игорь Барабаш поехал к ним и увидел, что Геннадий Петрович сидит в ними и выпивает уже. Он такой. Его послали ханатайся, чтобы убрали. А он с ними уже соединился и против нас. Игорь, расскажи и сам, как дело было. Игорь рассказывает. Я подъехал, сразу же подал эту бумагу, требование выгнать из деревни их технику. И подал ее Дмитрию Федоровичу Турову. Он взял, ознакомился. Виталий видел, что они пили. Туров отказался от подписи. Я сказал, что уберу, значит, уберу. А подписывать не буду. Видимо, он уже обжегся на этом еще раньше. И потому так осторожничает. Тут работник встал, взял бумагу нашу и начал. Тут вот написано село. А кто вам дал такой статус? Кто дал вам право так называться? Могли бы городом потерявку назвать. Тут начал вдруг Геннадий Петрович говорить. Что вы меня-то впутываете? Это ваш вопрос, убирать технику. А вот тут вдруг пришли, меня захватили. Я не хочу с вами отношения терять. И с фермерами мне нужно работать. Потому что я тоже фермер. А у него ничего и не было. Дмитрий Федорович говорит, что Геннадий Петрович пришел и сказал. Меня тут заставили, надавили на меня. Вот я пришел к вам. Туров Дружинина еще назвал пешкой. Да он тут никто, его просто послали. Дружинин, что их устав? Я его обжалую прокурора. Представьте, а против нас. А в деревне живет. И кончится с чем? Молитва и сразу инсульт, и он умер. Но тут внезапно встрял Виталий. И сказал такие слова, за которые Дружинин нашел, что можно за них уцепиться. И не просто уцепиться, а как человек, ставший подполковником милиции. Всю жизнь просидевший на законе без закона. И решил довольно так, чтобы и другие запомнили. Батюшка опять пошел на примирение и сказал Виталию. Сходи, попроси у него извинения. Виталий, расскажи, как это дело было. Ты его обвинил в чем, Виталий? Я обвинил Дружинина в том, что он тут всю нашу жизнь деревенскую узнает. И потом в Коршино, среди неверующих, обсуждают наши вопросы. Переносит им все слышанное, виденное здесь. А там люди, опьянь безбожная, возмущаются. Я его обвинил, что он соглядатый. Игенадий Петрович на меня. Могу позвать прокурора. И тебе будет или тюрьма, или платить мне будешь за то, что ты меня обвинил в соглядатостве. В соглядатайстве? В соглядатайстве. Как только говоришь, прямо полслова платаешь. Батюшка пришел ко мне и попросил извиниться перед милиционером. От тебя ничего не убудет, а он успокоится. Это Виталий говорит. Это Виталий говорит. Я на следующее утро пришел к нему, поговорил с ним. А он стал рассказывать, что у него в городе везде знакомые, дружки в милиции. Могу тебя в тюрьму посадить. И только ради детей моих решил не садить меня. И поехал он к коршевским пастухам. Там Тарасюк. Где-то. Да, Тарасюк. Кто ему дом строил, обсуждали. Да, интересно. У меня начальник милиции, генерал-лейтенант Чернов. И только по политической части полковник Сотников. Вот что я рассказываю, это не выдумка. Я рассказываю, люди живые есть. Мы стали молиться. Мгновенно обоих этих из милиции убирают и возбуждают уголовное дело. Квартирами торговали. Ни раньше, ни позже. Я все это увязываю с молитвой. Вот только стал ими грозить, и сразу же немедленно против них воздвигли такое дело. Мужики-безбожники там целый день кипели. Как же так? Да мы туда приедем, мы разберемся с этими попами. И фермера. Мы можем тут ружья взять и наведем порядок. Теперь видно, что этот фермер, в кавычках, дружинин, абсолютно чужой человек. Чужой и крайне враждебный. Тут и доказывать нечего. Уже не надо. Ничего уже не надо. Он уже в открытых составляет коалиции из пастухов и из пьяниц. А у Николая Тарасюка за убийство сидит сын. И он уже обещал помочь им. Им. Пообещал взять на контроль съездить в лагерь. Эти слова с местного милиционера рассчитаны на то, что люди ничего не понимают. Всю жизнь прослужившей партии он измениться не может. А я ввел занятия во всех отделах милиции. Это пять отделов районов. Городское УВД и Краевое. В Ленинском районе я стал в веду занятия регулярно с офицерским составом. Ну и попутно спросил. А дружинин у вас был? Да, вот, сквалыжник такой. Я говорю, у нас такое дело. Вы можете дать ему биографию, характеристику? Ну пожалуйста. То есть у меня везде хорошие отношения. И получилось так, что у него дружок был, там, Широков, прокурор Октябрьского района. И он за него. А я пошел к прокурору Края, близкие отношения по Ростку. Это вот сразу оттуда прокуроры с района, прокуроры его убрали, как будто его никогда и не было. То есть полный разгром. Что значит Бог? Еремия, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и бар с пятна своей? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Это неисправимый человек. Он лба за жизнь свою не мог перекрестить. Пришел к прокурору Мамонтовского района Юрий Николаевич Риферт. И он говорит, целая пачка, это дружинин, отпечатанная против нас. Где-то кого-то ограбили, что-то делали, что у меня военная форма, что мы отделяемся от Российской Федерации. Ну то есть бредня. Он говорит, а почему, я говорю, мертвы не принимайте? Да тут сумасшедшие пишут-то. И вот на него напал страх такой, он бегает по деревне. Этот милиционер-то прибежал к моей сестре и говорит, спаси меня, спрячь где-нибудь. Игнатий меня убить хочет. Да где он убит? Он говорит, в Барнауле. Нет, он здесь ходит, меня ищет. Ну совершенно рехнулся мужик. Ну и все, темечка, инсульты помер. Дальше. А что он хвалит со своими заслугами, то это нужно мерить по другим меркам, не по-советским. За свои подвиги он пожизненно должен быть в заключении, а не на должности. Он всю жизнь служил милиции и расплодили преступность во всей стране. Это и есть его заслуги. Милиция должна бороться за порядок в стране, а здесь преступность достигла самых колоссальных катастрофических размеров. Уже из дома выйти невозможно. Ну он написал, оборотни, оборотни. Это его заслуга. Он взял подъемные деньги в государство на развитие фермерского хозяйства. Что-нибудь сделал и не подумал, все пропил и два ведра морковки сдал государству. И обязательно под квиток, чтобы потом показать, какой он законопослушный гражданин. Вот он, этот сам саманный домик не может достроить. Он тут жить не думает. Ему нужно вложить тысячу в него и продать за 10 тысяч. Виталий предложил выселить его отсюда. Этого мы по закону сделать не можем. То есть Виталий тоже не понимает в законах. А высказать свое мнение мы просто обязаны. Если же мы промолчим, то значит мы подтвердим, что он прав. Пугают взяться за оружие. Это уже конкретная статья за угрозу. А что его назвали Соглядатой, то мы и посмотрим сегодня, соответствует ли это слово или нет. Были ли эти Соглядатые раньше? Слово Соглядатый встречается в Библии 12 раз. Слушай, как, спокойно, тихо доказать, и тогда не извинения, а еще, еще раз сказать Соглядатой. И он тогда согласится. Пермаковейская и послал Соглядатые в Станах, которые, возвратившись, объявили ему, что они готовятся напасть на них в эту ночь. И вспомнил его сев сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы Соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей. У нас была Деянова Зоя, и она написала письмо. А он был в городе, и она с ним переслала. Он его прочитал. Я теперь про вас столько знаю. А она что там написала? Ничего. Когда разрешите мне приехать? Я с подругой решила приехать в лагерь побыть и прочее. С ребятишками своими. Соглядатые, это разведчики, шпионы. Только каждый своих называет разведчиком. А если это же человек для противной стороны, то он же шпион. Как-то генерал Петрович жаловался, как трудно в городе. Шгенпет, мы так и звали его. Какое отношение там к милиции? Он очень уютно здесь себя чувствует. Там его в форме в ночное время у гаражей пришибут. Он бы не хорохорился в бытие. Начальствующий над той землей говорил, с нами сурово и принял нас. И со Соглядатой в земли той. Он уже неоднократно пытается давить через свое понимание закона государственного. Как-то за проступки, что не постился. Его сын Митя был отлучен. А отец его, Генпет, узнал про это или уж сын ему нажаловался и начал дружинник узнавать, нельзя ли как через председателя сельсовета Кулебу подействовать на батюшку, чтобы сняли наказание, наложенное на его чадо. Рехнулся пьянчужкой абсолютно. Ну, от председателя сельсовета он начал жаловаться и придумывать. Кулеба у нас не епископ, у нас епископ Евтихий. Но на этом отец его не остановился. Вы знаете, есть статья о доведении до самоубийства, когда человек другого тиранит, а тот не выдержал и пошел и повесился. И этот начал. А вы знаете, мой сын к вам приехал, а он так не может. И вот он на суку повесится. Да не он один, а человека три еще рядом. Знаете, это уже статья. По статьям к нам он не может заехать. А вот сущая тут есть. И он уже развесил на ней колбасу. Почитал, что за двух не дадут скоро сорок батюшке, а вот за трех дадут. Он постоянно скребет и скребет против нас. Закон не на его стороне. Он живет среди крестьян. И нет ему. Тут его простора постоянно. Интересно, какие-то чеченцы приехали, меняли столбы вдоль железной дороги-то. Ну, а нам уже столбы либо до лагеря, которые столбы старые меняли на бетонные-то. Ну, а эти мы у них попросили сало там, что там дали им. Они приехали, разговор зашел. Да как-то вот здесь живет он. Да мы его ночью сегодня утопим его и все в пруду. Аберсианира. Просто решается вопрос. Утопят они его. Да. Так. Тут надо жить по-христиански. И тебе будет хорошо. И с тобой добро всем. А этого он и не может. Если повесился, то ясно, что это не христианин. И наш закон не предусматривает того, что если от причастия кого-то отлучить батюшка, а тут повесится, то виноват будет священник. Когда человек обвинят в соглядатости, то он может только оправдываться, а не угрожать. А не прошло бытие. Мы все дети одного человека. Мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями. 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 Окончания-то нет у тебя. Почему ты пол-слова отрываешь-то? Бытие. И сказал он Иосиф. Это самое я и говорил вам, сказав. Вы соглядатои. Пошлите одного из вас. И пусть он приведет брата вашего. А вы? Считай. А вы будете задержаны и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизни фараона, что вы соглядатои. Соглядатые. О! Братьям была дана возможность оправдаться, что они не соглядатые. И они это условие приняли и не стали угрожать Иосифу. Или фараону. За несправедливое обвинение в шпионаже. Мы нашего соглядатая пригласили на собрание деревенское. Но он не пришел, хотя и обещал. Оставалось две минуты до собрания. И он ударил по глазам. И скрылся опять. Теперь надо ждать Тарасюка и других пьянчужек, живущих в другом селе. От нас за 15 километров. И они у нас тут порядок свой будут выдерываться. Что интересно, парень молодой и вдруг скончался. Он вот на него начал опираться. Но он же заключенный. За убийство сидит. А теперь я помогу. Он выйдет оттуда и он вас убьет. Понимаешь, это милиционер. А теперь этого парня-то и нету. Он начинает угрожать. А который парень, отец этот, поехал, его береза упала на него, раздавила. Не мы это делаем. Это Бог делает. Что береза падала на человека. Он сел покурить. А тот пилит. И упала прямо на него и убила. Тарасюк Николай Корщина. Это абсолютно и бесповоротно чужой человек. Слово предатель встречается в Новом Завете 6 раз. И только в отношении к Иуде. Из них 4 раза. И в неканалических книгах 5 раз. Вторая Маковейская. Этих людей, сделавшихся предателями, он предал смерти и тотчас овладел двумя башнями. Третья Маковейская. Третья Маковейская. Посему мы, достаточно убедившись опытами, что они при всяком случае питают неприязненные против нас замыслы, и предвидя, что когда-нибудь при возникшем неожиданно против нас возмущении мы будем иметь за собой в лице этих нечестивцев предателей и жестоких врагов. И на 12 избранных апостолов один оказался предателем. И, конечно же, на 12 дворов в поселке у нас один обязательно будет предателем. Сыном Иуды. Внуком Искариотским. Будет расти деревня, будет расти и сопротивление. Эту пропорцию так и держите в памяти. Один двор будет идти против, конечно же, один против. И, конечно же, это очень много. Много. Интересно. Вот он сама это построил. А когда он кончился, приехала его жена, у него своя-то жена умерла, второй раз он женился, и она продавать никто не берет. Она стала меня искать, чтобы я у нее купил этот саманный дом. А потом мы там молились, думал ли миссионер, что в этом доме, который из Самана, из Глининого, и он строил там, ничего дальше не было там. Мы все перестроить пришлось, но главное в этом доме его обложили кирпичом в виде креста там красным-белым. И молились-то, он бы если воскрес, он бы со страха сразу умер. Первое царство. И послал Давид Саглядатаев, и узнал, что Саул действительно пришел из Кииля. Такие же Саглядатаи приходили в обетованную землю, и Рав вскрыла их. Иаков. Подобный и Рав блудница, не делами ли оправдалась, приняв Саглядатаев и отпустив их другим путем евреям? Верую Рав блудница с миром приняла Саглядатаев, и приводив их другим путем, не погибла с неверными. Вот так. Такое встание врага мог заменить целую армию. Когда сын Давида Весолом сверг отца, то Давид оставил своего советника Хусия. Хусия среди перешедших на сторону Пучиста. И он должен доложил о замыслах врага и спас Давида. Совет лучшего и умнейшего советника Весолома Ахифатела был разрушен, и победа была вырвана из рук Пучистов. Помни, что Ахитофел будет давать советы недругам, но он повесится. Это должно повториться на нашей деревушке. Есть слово «наушник». Не каждый знает даже значение этого слова. Это не у радиометристов или у радистов в наушнике на ушах. Это человек, который слышит и узнает, и выносит другим едвоязычный человек. Знаем человека, митрополита Гидеона Докукина. Наши люди служили при нем. Крайне двоедушный человек. Очень мягко стелет, но жестко спать. Только ты от него вышел, и он будет говорить абсолютно противоположное. Его как будто никто в этом и не обличал. Мне пришлось с ним говорить на эту тему. Ему было это крайне неприятно. Но это ему необходимо было выслушать. Такое двоедушие проклято Богом. Он был потом Ставропольским митрополитом. И не отвлеченное проклятие, но и с теми, кем он обладает. Притча. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Где нет больше дров, огонь погаснет. И где нет наушника, раздор утихает. Стоит его изгнать, утихли разговоры. Вся страна кровью захлебывалась от этих наушников. Столько их наплодили. У этого деревенского согляда Тая есть уже и близкие его здесь. Плоды растут и вызреют. Эти тоже все выйдут, ни одного не будет. В такую разруху в стране этот наушник каждый год ездит в санаторий, да еще и вместе с женой за государственный счет. Как-то он жаловался, что и с сыном у него нет близких отношений. Его работу можно сравнить с работой агронома. И вот на поле ничего нет, кроме кустарника и сорняка. Так и работа в милиции. Его столько криминала выписывали. То есть воспитали. В притче слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Наушник все знает, и при встрече с ним можешь знать даже про себя. Он ведет и твою бухгалтерию. Его называют иногда душой компании, Сирахов. Не прослови наушникам и не коварствуй языком своим. За шматок сала продался фермерам-беззаконникам, Сирахов. Наушник оскверняет свою душу и будет ненавидим везде, где только жить будет. Писание говорит, что они будут ненавидимы везде. Где бы они ни жили, в городе или в деревне. Если ты вздумаешь это опровергать своей добротой, в кавычках, то мне-то он плохого ничего не сделал. Я буду любить его по заповеди Христа, любить врагов ваших. То ты проиграл, ты уже против Бога идешь. Ты должен вместе с Богом сказать «Аминь». Это гора Гевал, гора проклятия. Иоанн Златоуст говорит, что наушник оскверняет три души. Того, кого он осквернит, того, чьи лучше вкладывает в свою пакостную речь и самого себя. Сирахов. Наушники двоязычные, да будут прокляты, ибо они погубили многих, живших в тишине. Подписка таких в аду. Прописка. Говорит одному одно, а другому другое, Сая. Горе тем, которое зло называет добро злом. Тьму почитает светом и свет тьмой. Горькое почитает сладким и сладкое горьким. Сирахов. Ибо на воре стыд и на двоязычном злое порицание. С этим клеймом и уйдет из этой жизни. Так. Иаков. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Мы не можем требовать с безбожника исполнения заповедей христианских, но общепризнанных, как говорят, общечеловеческих правил жития, мы вправе требовать от подселенцев надешних. Кто не верит во Христа, второзаконие. Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь. Это страшное слово проклятие, встречается в полной Библии 162 раза. А слово благословение с глаголами 503 раза. Как не горько учить грешников, но Божья благодать, оказывается, превозмогает надвинутую на него тьму. Гора Горезим и Гора Гевал на одной были произнесены все благословения за исполнение Божьих законов, а на другой проклятие за нарушение их. Когда произносили благословение, то все до единого должны были сказать Аминь. Точно так же и на каждое проклятие воскресали Аминь, проклят двоязычный. А если бы кто-то промолчал, значит ты согласен с врагами, хочешь быть двоязычным, и тебе проклятие. Отгребайтесь от греха. Общенародный референдум, и каждый должен был поднять руки. Воздержавшихся не было ни одного. Как помню, Саша Дмуха давно уже уклонился не только от общинной жизни, но и при принятии решений. Он всегда воздержавшийся, чтобы не исполнять. Без меня решили, вот вы и исполняйте. Чем это кончится, я хочу и с вами по-хорошему, и с фермираем по-хорошему. Чтобы и волки как-то за счет чего-то были сыты, и как-то овцы уцелели. Проклятие Божие лежит на таком человеке. Все, что вокруг нас есть, уже враждебное. Это есть друзья наших соглядатых и наушников. Мое собственное решение уже принято. Во двор к нему не заходить, и к себе, ему не разрешать вход. И никакого общения близкого нет, Ерея. А производящая третернии волчцы негодно и близка к проклятию, которого конец сожжения. Такие люди, сторонники атеизма и коммунизма, были тогда уже, вторая Петра. Глаза у них исполнены от любострасти непрестанного греха. Они прелещают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Есть люди двоязычные. Нашим и вашим очень редкое слово, но в Библии встречается только пять раз. Из них в неканонических книгах четыре раза, перед Тимофеем. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некористолюбивы. Не вей при всяком ветре, и не уходи всякой стезею. Таков двоязычный грешник. И не делайся врагом он с другой, бо худое имя получает в удел стыд и позор. Так и грешник двоязычный. В житиях святых встречаются двоязычные люди довольно часто. В житии Григория Богослова, 25 января, память. Принял он Максима, который был его стасотрапезником, и стал злейшим врагом Григория. Вот, пожалуйста. Ян Златоуст. Едет в командировку и оставляет вместо себя Севера. Едет в командировку и оставляет вместо себя Севера. Когда он возвратился, то ему так понравилось быть заместителем, что он заперся и не пускает в патриархиве святителя Иоанна. На сегодня спрашивают, как такой пакостный человек оказался в нашей деревне. Кулеба ему друг. Он и прописал его. Может, по инструкции, с КПРФ. 28 ноября Систифан Новый к нему был послан враг Георгий. Прошел искус. 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 Был пострижен, выдал всех. Пришел испытательный срок предварительно, это искус. Искус. Ну, правда, не. 31 августа. Кипрян Карпагенский. Будущий вызван на допрос был спрошен. «Где ваши пресс-фитеры?» Ответил. «Доносы у нас запрещены». А этот пугает подать в суд. И вроде бы ради детей Виталевых он этого не будет делать. Нужно дать ему шанс вывести на бруствер, чтобы видно было, кто есть кто. Может ли он что сделать? Никогда ничего ему не сделать против нас. Запомните это. По истинному божественному закону, цероглядота и наушник должен стоять на коленях и просить прощения с петлей на шее. Это не у нас только, а в любом государстве. В Чечне бы тебе уже сегодня твою голову на штакетнике выставили. Можно сидеть дома и сделаться предателем. Всем до единого деяния. Когда из пророков... Кого из пророков? Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили преводвизвестивших в пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вот он, как он говорил Стефан Таим. Аминь. После дня Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой и теперь на понятном языке открыл тайны Царствия Божия, то, конечно же, и русскому народу открыл. Но когда прячут Святой Евангелие под славянею, это сразу не предательство Духа Пятидесятницы? Слово Божье сокрыто, и люди не знают Писание, это касается всей России, и гибнут бессмертные души. Таких людей златоуст называют хуже убийц, и убивают они бессмертные души. Когда решение принято не приветствовать наушника и открывающего тайны, то никаких поползновений не должно быть на общение с этим нарушителем. В лагере у меня ребенок Руслан, отец его дагестанец, и я ему рассказал про нашего милиционера, и он сразу же. А почему вы его терпите? Можно сегодня же от него избавиться. Вот так. Или недавно были тут рабочие, и они разбирали сооружение на разъезде, и они сразу же попросили разрешения. Мы его сегодня же в болоте утопим, чтобы такого негодяя тут не было. В 97-м году это занятие такое прошло.